всем привет друзья сегодня четверг и снова рыбное блюдо от меня для вас сегодня это будет толстолобик вернее ребро от огромного 10 килограммового толстолобика вернее толстолоба но перед тем как я буду его готовить на гриле я бы хотел его немножко замариновать ребро толстолобика не маленькая около 400 грамм также в маринад у меня пойдет 1 чайная ложка сахара пол чайной ложки вот такой вот смеси 5 перцев остро сладкий чайная ложка вот таких вот итальянских трав мне очень нравится эта приправа она просто великолепно также добавил в маринад 3 столовые ложки подсолнечного масла в моем случае это домашнее подсолнечное масло вы же можете использовать любое либо оливковое либо кунжутное тут уже по вашему вкусу и сейчас выдавливаю сюда один зубчик чеснока перемешиваю это все и даю настояться минут 10-15 перемешиваем то что получилось и даем настояться какое-то время минут 15 пришло время мариновать ребро как видите ребро не маленькая по крайней мере для меня я в жизни такую рыбу не ловил обмазываем наш мясо хорошенько люблю чесночные маринады очень и не мне нравится ну что ж ребро у нас в маринаде а нам остается пойти развести костер и приготовить для него угли уверен за это время мясо успеет промариноваться так что увидимся через мгновение на природе ну что ж ребята снова гриль снова рыба и снова я костер уже прогорел мясо замариновалось сейчас уберу лишние специи с мяса также забыл добавить соль сверху немножко посолю приготовление мне опять поможет решетка форестер очень мне нравится возможность регулировки толщины нажима то есть под разную толщину мяса но в этом я уже говорил специи буду убирать с одной стороны потому как с этой стороны шкурка которая все равно обгорит и нам она не нужна ой отличный кусок немножко не помещается разместим по диагональ киев также я решил добавить несколько грибов грибы разрежу пополам лишними они точно не будут вот так как и говорил немножко посолю накрываем и в путь тогда ну что ж пришло время отправить эту красоту на костер для подставки буду использовать свой котелок сначала подержу вот так пока жар сильнее чтобы прожарил с той стороны мясо из-за того что она выше потом перевернул и буду жарить с той стороны где кожа она окажется ниже ближе к углям жду с нетерпением рыбу а и итак судя по скукожившимся грибочкам и потому что стало видно ребра думаю что рыба уже готова чтобы ее не пересушить отправляем ее на тарелочку что же получилось вот такая вот красота попробуй что могу сказать рыба с виду вроде бы пересушенная немножко но на самом деле это толстолоб и довольно таки жирное мясо вот здесь так как это ребро вот здесь вот так как брюшина очень сочная в принципе эту рыбу можно готовить с любыми специями главное не пережарить и так как испортили очень просто грибочки тоже великолепные они тут нужны мясо готовится очень быстро потому что это реберная часть и она довольно таки тонкая и за счет того что есть брюшина она довольно таки сочная как я говорил ранее когда вы покупаете рыбу просите чтобы кожу не снимались не то есть чешую пускай снимают кожу нет хотя принципе можно не снимать и чешую потому что вы готовите на гриле и внутрь нижняя часть по-любому пригорит сто процентов также это дает вам возможность дольше оставлять мясо в одном положении для более качественного приготовления то есть вы можете приготовить ребра с одной стороны установим мясо так чтобы кожа была со стороны углей и потом переворачивая на вот эту часть мясную вы просто придаете красивую корочку благодаря тому что вы соус добавили чайную ложку сахара он как карамелизируется и получается очень красиво в общем хватит бла-бла-бла если понравилось ставьте лайки приятного аппетита пока